Дивы и научно-технический прогресс Возможно, и по сей день дюжина другая дивов таится в лесах и пещерах. Невеселые для них настали времена. Всюду ученые шныряют, того гляди, поймают и классифицируют, а потом чучело сделают и в музей. И доказывают, что на самом деле это не природный реликт, а самое что ни на есть ужасная нечистая сила. Если у кого-либо возникает научный вопрос, а насколько правомерно классифицировать дива как нечистую силу, поспешу ответить. Для многих азиатских народов дивы заменяют наших родных чертей, в том числе замещают их в сказках со схожими сюжетами. А такие сказки, как ты, наверное, знаешь, встречаются часто у разных народов. А поскольку черт или бес – это самое что ни на есть нечистая сила, то любые его родственники или заместители, вне зависимости от внешности и места жительства, должны причастаться к нечистой силе. Тем более, что всем известно, истинно праведный человек может не бояться дива. Достаточно воззвать к Аллаху, и див отступит перед ним. Другое дело, что истинных праведников в мире сохранилось еще меньше, чем дивов.